В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! В городе эта неделя была омрачена трагедией, произошедшей в первом осеннем переулке. Мощный взрыв газа, разрушивший часть многоэтажного здания, унес человеческие жизни. Правоохранительные органы разбираются в причинах ЧП. Власть оказывает помощь пострадавшим и их близким. Говорят, что самый крепкий сон перед рассветом. Именно в это время, примерно в пол пятого утра воскресенья в самом центре Рязани, в квартире на верхнем этаже десятиэтажки в первом осеннем переулке прогремел мощный взрыв. Он был такой силой, что вмиг обрушились стены нескольких квартир, повылетали стекла в соседних домах. Обломки буквально раздавили припаркованные во дворе машины. И сразу же на пульт дежурного обрушился шквал звонков. Спасатели были на месте ЧП через несколько минут. Первым делом начали вытаскивать людей из-под завалов. Всего на месте происшествия работали более 200 человек и более 50 единиц техники. Первого погибшего 44-летнего мужчину из 54-й квартиры нашли почти сразу. Его выбросило из дома взрывной волной. Затем нашли тела еще двоих – пожилую супружескую пару из 55-й. Из под завалов извлекли 13 раненых, среди которых был 17-летний подросток. По словам представителей МЧС, авиация ведомства была готова перевести пострадавших в столичные клиники для оказания медицинской помощи. Но местные медики заверили, что могут сами справиться с травмами пострадавших. Уже через день в клиниках осталось только 4 человека с травмами легкой и средней тяжести. У нас 4 пострадавших находятся в стационаре. Это 2 пациента у нас в больнице БСМП. Один подросток, 17 лет, в детской областной больнице. И женщина находится здесь, в больнице ОКБ. Состояние троих из них удовлетворительное. В женщине это состояние средней тяжести. Двое из них могут по клиническим показаниям быть уже в принципе выписаны, но мы, учитывая определенную психологическую нагрузку на данных пациентов, конечно, будем их еще некоторое время наблюдать. Из здания эвакуировали 102 человека, в том числе 20 детей. Поначалу они расположились в ближайшей школе. Потом кто-то уехал к родственникам. Других, их осталось 66 человек, разместили в гостинице «Учитель». Определяемся, записали, сколько кому какой одежды, что нужно. Сегодня и завтра тоже будем выдавать одежду. Дети у нас занимаются, кому нужен подвоз, осуществляем в школы. Туда и обратно обеспечены учебниками и всем остальным. Вчерашнего дня работают психологи. И здесь, и вот около дома, и здесь постоянно. У нас медицинский пункт здесь, милиция, постмилиция. И психологи работают с тем, кому необходимо. Спасатели продолжали поиски людей под завалами. Работали кинологи с собаками. Сверху разрушение обследовалось с помощью беспилотника. В понедельник появилось предположение, что живых под грудой разбитого кирпича и бетона, вероятно, уже нет. Но стало известно о четверых пропавших жильцах разрушенных квартир. До них не могли дозвониться. Погибших мужа и жену. И женщину с шестилетним сыном нашли к вечеру понедельника. После этого поиски людей были объявлены законченными. Самое страшное, я считаю, и что мешает, это гибель людей, которая, к сожалению, имела место в данной чрезвычайной ситуации. Соответственно, нельзя привыкнуть к тому, когда гибнут люди. Поэтому спасатели, такие же люди, переносят горе других через себя. А в целом техники достаточно. Она отвечает современным требованиям. Использовались беспилотные летательные аппараты, которые вначале снимали данный объект, для того, чтобы принять решение, как можно уходить. А также для того, чтобы записать и в последующем передать в Следственный комитет. Первые выводы экспертов. Прочность конструкции сохранилась. Но для окончательного ответа на вопрос, можно ли жить в этом доме, понадобилось несколько дней. Сами жители возвращаться домой боятся. Вот эта стена ушла полностью. Она вот так вот идет наискосок. Это ваш первый подъезд? Да, это наш первый подъезд. По подъезду, когда идешь, сверху везде трещины. По потолку в доме трещины, в подъезде трещины. Где лифт между лифтом? Трещины очень большие. И мы во втором подъезде. Во время взрыва был просто ужас. Дом так и трясануло. Я просто не представляю, как там можно жить дальше. Максим с Леной молодая семья. В их квартире ударной волной выбило стекла, но шторы, к счастью, удержали осколки. Буквально в полметра от окна стояла кроватка, в которой спал их малыш. Сегодня они показывают фото с трещинами в стенах и боятся возвращаться домой. Люди, которые выше нас, на 10 этаже, трещины в потолке неимоверные. Непонятно, что значит дом в удовлетворительном состоянии. Что потолок рухнет, а стены у нас останутся, да? Если у одних трещит потолок, то есть у других это идет как бы пол трещин. Причем глубоко. Я туда вставила ножницы вот так вот, знаете, вот раз и вставила туда ножницы. Вы думаете, там жить можно? Можно туда возвращаться? Если их даже сейчас заделать, эти трещины, быстренько заштукатурили, зашпаклевали, все, красочкой закрасили, и все хорошо. Где гарантия того, что через полгода этот дом не рухнет? Дома планируете возвращаться? Да вы что? А там можно жить вообще, вы думаете? Я думаю, что нет. Многие из людей уже задумываются о продаже своего жилья. Вот только сколько будет стоить такая квартира? И найдется ли на нее покупатель? Вопрос. Многие, может, здесь не хотят, в этом доме жить, правильно? Да, мы живем. Это противоволен. Вопрос предоставили. Вопрос записали. Обследование дома показало, что он будет пригоден для жилья после демонтажа разрушенных квартир. Эксперты пришли к выводу, что несмотря на взрыв, несущие конструкции не потеряли жесткость. Прийти к таким выводам оперативно позволил диагностический комплекс струна, который был специально доставлен в регион. Дело в том, что там трещины есть, но не все из них являются какими-то опасными, критическими. Там есть что-то в перегородках, есть какие-то в ненесущих стенах. Поэтому я бы не сказал, что надо сейчас прям паниковать и бежать из дома. Мы несем ответственность за свою подпись. Да, я готов. Мы еще отработаем, я думаю, что за один день сложно, но мнение мое такое, что, в общем-то, подлежит восстановлению. Тем не менее, жильцы этого многострадального дома не верят уже ни одному заключению. Мы боимся там жить. Потому что неизвестно, в каком состоянии дом. То, что дают заключение комиссии, мы не доверяем. Почему вы не доверяете? Вроде комиссия с вас отмитрия не должна. Потому что мы стучались в администрацию города, в том числе, с мая месяца. Вот чем все закончилось. Таково мнение жителей этого дома. В любом случае, итоги и окончательные выводы сделает экспертная комиссия. По факту взрыва, следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции выполнения работы для оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Первые исследования показали, что основной версией является утечка газа. По результатам осмотра установлено, что обнаруженные фрагменты соединительных элементов газового оборудования из квартиры, где предположительно был эпицентр взрыва, не имеют следов разрезов. Осмотр места происшествия и фрагментов газового оборудования предварительно подтвердил версию следствия о причине произошедшего в результате действия лица, проживавшего в квартире, где произошел взрыв. Назначены взрывы технические, судебно-медицинские, строительно-технические, судебные экспертизы. Ключевой вопрос – почему произошла утечка? Взорвавшийся дом – один из проблемных в городе. Летом у жителей этой многоэтажки практически не было горячей воды, а с наступлением холодов тепла. Неудивительно, что жильцы решились на установку индивидуальных котлов. Сейчас следователи продолжают проводить осмотр места происшествия, допросы и очные ставки. По миллиону рублей на каждого погибшего жителя Рязанской многоэтажки получат их родственники. Выплаты первой очереди. По 10 тысяч рублей каждому пострадавшему уже начались. Также предусмотрена компенсация жильцам, получившим травмы и выплаты тем, кто полностью или частично утратил свое имущество. Параллельно с работами по разбору завала в разрушенном взрывам газа дом и начато восстановление коммуникации. Как можно скорее привести в порядок секцию дома, не пострадавшую от взрыва? Такую задачу поставил предстроителями и коммунальщиками губернатор Олег Ковалев после осмотра места происшествия. Окончательное заключение о перспективах восстановления разрушенных этажей. Восстанавливать 9 и 10 этажи не будут. Жильцы получат новые квартиры. В этой страшной трагедии необыкновенным образом удалось спастись нескольким жителям дома. Так, в семье, проживающей в квартире, которая, как теперь известно, стала эпицентром взрыва, накануне вечером между супругами произошла ссора. Женщина забрала детей и ушла с ними в ночь перед взрывом. Накануне этого вечера у нас в семье произошел скандал между мужем и мной. Я не стала связываться, собралась детей и ушла. Сначала хотела ехать к маме, потом, значит, я передумала, поехала к свекровью. И теперь я думаю, что он вот нас спас. В четверг Следственный комитет высказал предварительные причины трагедии. Причина произошедшего – результат действия лица, проживающего в квартире, где произошел взрыв газа. Но его супруга не верит в это. Да и сами жильцы также опровергают такую версию. У этого дома слишком запутанная и сложная предыстория. Очень много проблем, о которых знали в администрации. Жители били во все колокола, ходили на личные приемы, писали заявления в органы власти, обращались в прессу. Не заметить проблему было невозможно. Прежде чем взорваться, в подвале стоял гул. Хоть нам и заменили регулятор давления, насосы заменили. Гул там стоял и усиливался ночью этот гул. И когда нам воду дали, отопление, звуки как-то не притихли, но звуки были. Но в пятницу на субботу у нас какое-то было шипение, было улиц. Я еще мужу говорю, выйди звук. Более того, чиновники окрестили семью этого мужчины неблагополучной. Откуда эта информация взялась, неизвестно. Но сама женщина и соседи опровергают и называют это клеветой. Ходит вся информация, поносят, что семья неблагополучная. Да, такая ходит информация. А у меня семья благополучная. Экспертизы продолжаются. Проводятся иные процессуальные действия для установления виновных и всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Из взорвавшейся рязанской многоэтажки переселят 11 семей. Это жители семи разрушенных квартир и четырех, которые придется разобрать, сообщил зампред областного правительства Алексей Тюменев. Также в пятницу начались первые выплаты компенсации родственникам погибших. Жильцы второго подъезда дома номер 4 по первому осеннему переулку смогут вернуться в свои квартиры уже 28 октября. К такому решению пришла комиссия по предупреждению ликвидации ЧАЭС при региональном правительстве. Предварительная оценка состояния дома с учетом данных экспертов подтвердила возможность безопасного проживания в подъезде номер 2. Из 50 квартир семьи заселятся лишь в 27. Некоторые решили перестраховаться и попросили сделать дополнительную экспертизу их жилищ. Остальные жители, я понимаю их психологическое состояние, могут опасаться каких-то изменений, как им кажется. Если нужно дополнительные исследования, мы их обязательно проведем. Но опасности в нахождении второго подъезда нет, поэтому с сегодняшнего дня жители там могут проживать. Что касается первого подъезда, то все квартиры будут законсервированы до окончания работ, которые должны будут завершиться до 15 декабря. Что касается выплат пострадавшим, то уже сегодня установленные суммы переводили на открытые счета жильцов этого дома. В настоящее время выплачены денежные средства гражданам, членам семьи погибших. Деньги уже ушли. Сегодня же у нас уйдут денежные средства. Это по возмещению вреда здоровью пятерым гражданам. И начинаем сегодня же после обеда отрабатывать уже выплаты по 100 тысяч возмещения вреда, причиненное имуществу первой необходимости. И по 50 тысяч – это когда частично вред имуществу первой необходимости. Неравнодушные к беде рязанцев добровольно собрали 700 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на неотложные нужды пострадавших семей. Уже в пятницу в дом пустили газ и воду. Для этого всех жителей попросили находиться в своих квартирах. Также в пятницу домой смогли вернуться 27 семей. Напомним, второй подъезд дома, в котором произошел взрыв, эксперты признали пригодным для проживания. 28 октября первые жители вернулись в свои квартиры. Это 77 человек, из них 6 школьников и 1 студент. Все они являются жителями второй секции дома, которая полностью готова для проживания. Возобновлено теплоснабжение, водоснабжение, газ и электричество. В доме с переменным успехом работает лифт. Несмотря на это, есть люди, которые боятся возвращаться в свои квартиры. Действительно, они боятся возвращаться. Здесь людей надо понять, потому что люди действительно напуганы этой трагедией. Мы точечно работаем. Сейчас специалисты еще раз вместе с ними заходят в квартиры, смотрят все их требования. Может быть, необходимы дополнительные какие-то консультации, дополнительные дать разъяснения. Говорим о том, что в доме нет опасности для проживания. Пока вторая секция дома постепенно оживает и наполняется светом люстр, в первой секции по-прежнему ведутся восстановительные работы. Ликвидированы последствия обрушения, строительная организация приступает к остеклению нижних этажей. На следующей неделе начнется демонтаж разрушенных квартир на верхних этажах. Подготовили все меры безопасности. Это специальный подход ко второй секции, которая закрывается вот этим мощным навесом. И перед началом работы смены проводятся очень, я бы сказал, такие вот, очень кропотливый инструктаж рабочих. Чтобы работали предельно осторожно, чтобы не мешать людям, которые проживают. Работы ведутся круглосуточно, но специалисты уверяют, что жители это не побеспокоят. Также с 27 октября начались выплаты по ущербу. Оценка понесенных убытков проводилась независимыми экспертами в присутствии пострадавших. Тем, чьи квартиры не подлежат восстановлению, будут предоставлены новые. Сейчас ведется составление реестра квартир, который будет предложен людям уже на следующей неделе. При ремонте помещений городские власти учтут все пожелания, включая цвет обоев, чтобы в новом доме стало максимально комфортно и уютно жить. И сегодня стало известно, что по делу о взрыве в осеннем переулке задержаны два сотрудника управляющей компании «Техрембэтсервис-1». Задержанные отправлены в СИЗО. Полиция разбирается в законности ведения коммерческой деятельности данной организации. Об этом сообщает информационное агентство Я-62. По данным портала, правоохранители задержали директора управляющей компании Олега Васильева и сотрудника организации Владимира Чурикова. Напомним, что УК «Техрембэтсервис-1» в течение нескольких лет была управляющей компанией дома номер 4 на первом в осеннем переулке. Эта же компания обслуживает еще один дом, в котором сегодня люди боятся повторы трагедии. Состояние дома по адресу улицы Высоковольтная, дом 34, корпус 1 оставляет желать лучшего. Резкий неприятный запах, отваливающаяся штукатурка и осыпающиеся окна. На наибольшее опасение вызывает кухня. Здание считается общежитием и готовят здесь, на общедомовой территории. Входную дверь можно легко преодолеть обычным движением руки. Домофон здесь не работает. Таким образом, на кухню, которая тоже является незапираемой, может попасть любой желающий. Жители дома боятся повторения трагедии, которая произошла в это воскресенье. Очагом беспокойства являются газовые приборы в кухне на первом этаже. Рядом с газовой комфоркой, которая сама находится в ужасном состоянии, расположено окно. В нем уже около месяца выбито стекло. И если на других этажах пенсионеры дежурят и самостоятельно осматривают приборы, то спускаться на первый этаж они просто боятся. Там у нас одни живут, не было полученной семья. Одна живет, не было полученной семья. И поэтому вот там такие вещи происходят. И многие даже говорят, что к ним залазят через окно. С улицы через окно залазят. Выбивают стекло и залазят на кухню. Говорят, бомжи. Управляющая компания дома Техрембитсервис еще две недели назад обещала вставить окна. Но даты не уточнила. По счастливой случайности это должно произойти сегодня. Сегодня там производится замена стекла в подъездах и на общих кухнях. Наша съемочная группа вновь выехала на дом в два часа дня. Но никаких изменений не увидела. Стекла по-прежнему разбиты. Никакие работы не ведутся. Также жители дома жалуются и на плохое состояние газовой техники. На четвертом этаже плиты уже заменили за собственные средства. Демонтажем старых и установкой новых занимались специалисты из Горгаза. Но профилактические работы в доме давно не ведутся. Газ у нас профилактику не проходил уже лет 20. У нас никто даже не заходил и не проверяли никогда его. Договора по газовому оборудованию заключены. Обследуются регулярно вытяжки ВДПО и ВДГО газовое оборудование общедомовое. Управляющая компания дома утверждает, что договор на обслуживание газового оборудования заключен с Рязань-Горгазом. Однако в базе дом числится только по договору на обслуживание внутридомовых газопроводов. Профилактическим осмотром газового оборудования Рязань-Горгаз в этом доме не занимается. Таким образом и ответственность за исправность плит и отсутствие утечек газа на общедомовых кухнях никто не несет. Точнее она ложится на управляющую компанию. Напомним, что именно Техрембетсервис является управляющей компанией, взорвавшегося дома в первом осеннем переулке. Через несколько дней после взрыва беременная жительница этого дома родила мальчика. Как сообщили медики, роды прошли в плановом порядке и малыш родился здоровым. Несмотря на счастливое событие, молодые родители в полной мере радоваться ему не могут. Их квартира разрушена, вещей не осталось и что делать дальше они не знают. Далее Марина Комиссарова. Все общее горе, паника и отчаяние в семье Максима Коваленко смешалась с огромной радостью. Его супруга, 23-летняя Наталья, родила долгожданного первенца. Малыша назвали Александром. И пока девушка вместе с ним находится в перинатальном центре. Но уже сейчас в голове Максима только одна мысль. Куда вести жену с ребенком после того, как их выпишут уже в ближайший вторник. В пункте временного размещения на базе гостиницы «Учитель» созданы все необходимые условия для людей, оказавшихся в беде. Но семье с новорожденным младенцем будет непросто. Краком не умываюсь, бреюсь. Завтраку по возможности. То есть как бы завтрак предоставляется. И по делам. Душевая. Можно комфортно помыться, но с ребенком, конечно, это будет трудновато. Ребенок, я так понимаю, ездит каждые 2-3 часа. Это постоянно надо готовить, подогревать. Определенная температура должна быть у всего этого. Также купание. Пеленки-распашанки. Все это стирка. То есть тут как бы, я считаю, нет возможности для размещения с ребенком. В ту роковую ночь на 23 октября супруга Максима Натальи еще была беременна. Роды ожидались со дня на день. По словам Максима, это чудо, что им удалось выжить. Прогремел взрыв. Честно сказать, я его даже не услышал. Ну как услышал, проснулся, перевернулся. Продолжил спать. Проснулся, открыл глаза. Вижу, посередине комнаты лежит дверь. Я понял, что что-то не так. Началось. Собирались все необходимые вещи. Максим с женой и мамой жили на 10 этаже в первом подъезде. Уже полтора года. Втроем. Теперь их четверо. И в скором времени у них будет новое жилище. Уже составлен список адресов, среди которых жильцы разрушенных квартир смогут сделать выбор. Квартира, в которой жили Максим с мамой и женой, сейчас в жутком состоянии. Увидел квартиру, которую даже квартирой трудно назвать. Это просто стены и то, в которых все трещины. В подъезде, как выходишь из квартиры, смотришь вправо и видишь белый свет, потолок, который уже пошел по швам. Ребята потеряли все свое имущество, но, к счастью, жители города не остались равнодушными к беде. Вещи собрали добровольцы. Очень большое спасибо. Много вещей новых. Все пригодны для использования. У меня нет слов. Не знаю, как выразить благодарность. Максим, несмотря на растерянность и внезапно свалившиеся на его плечи проблемы, ощутимо счастлив. Его и семью впереди ожидают долгая, счастливая жизнь. И все, чего он хочет на настоящий момент, чтобы им с женой и мамой поскорее предоставили жилище, где они начнут заново обустраивать свой быт. Сейчас единственное счастье – это малыш, строить семью. Дерево посадили, малыша родили, вырастить осталось. Ну и дом построить. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова